Сегодня речь пойдет о подходах к воспроизведению церквей. Основой церкви с нуля значит быть первопроходцем, начинать все с чистого листа. А вот воспроизведение церкви это основание церковью, новой общины, в непосредственной близости или в пределах более крупного региона. Как же это происходит? Вариантов опять-таки несколько. Наиболее простой из них деление ячеек или образование дочерней церкви. Иначе говоря, есть какая-то община, в которой уже, допустим, 150 человек, 20 из которых живут в одном районе и вполне могли бы организовать там новую церковь. Выглядит это примерно так. Попробую изобразить на доске. Предположим, главная церковь находится в центре города. При этом одна группа собирается здесь, вторая здесь, есть еще третья, четвертая и так далее в разных частях города. Кстати, это еще одно преимущество ячеечной церкви. В ней уже есть небольшие общины верующих, которые пребывают в постоянном общении, как и подобает небольшой духовной семье. Эти группы рассредоточены по городу, но периодически собираются вместе для общего поклонения. Давайте представим, что в этом районе есть три ячейки. Все они регулярно приезжают в главную церковь на общее богослужение. Получается вот что. Мы исследовали данный район и поняли, что церквей здесь не так уж много. А не сформировать ли нам ядро новой общины из членов этих групп? То есть церковь фактически доверяет этим людям основание церкви в избранном регионе. и они становятся своего рода рабочей группой данного проекта. Подход, в общем-то, популярный. Именно так чаще всего и насаждают новые церкви. К слову, вполне здоровые и жизнеспособные. Почему? Потому что, во-первых, все основатели выходцы из одной материнской церкви. А это значит, что у них будут схожие представления, схожее восприятие и богословские взгляды. Все они были частью одной церкви, что в общем не означает, что дочерняя церковь станет клоном материнской. И все же некие общие черты, общее видение у них будут. Еще одно преимущество наличия в материнской церкви сформированного лидерского состава. В чем оно выражается? В ходе организации общины здесь могут возникнуть разного рода вопросы. И тогда лидеры будут готовы прийти на помощь и при необходимости предоставить необходимые ресурсы. Допустим, дочерняя церковь хотела бы арендовать зал для проведения служений. Материнская церковь может посодействовать в оплате аренды. Или же новая община желает провести евангелизацию. Тогда, вероятно, потребуется помощь людьми. Понадобятся музыканты, благовестники и так далее. И здесь материнская церковь может поучаствовать в проекте. Что еще? Создание дочерней церкви предполагает регулярные встречи команды основателей с целью выработки единого видения и планирования, причем долгосрочного. им предстоит решить, кто будет заниматься детским служением, кто будет отвечать за музыкальное прославление, кто в этом одарен, кто займется бухгалтерией, кому поручить финансы. То есть, по сути, вы должны определиться с лидерами церкви, прежде, чем эта церковь появится. Наша церковь на севере Мюнхена была дочерним проектом Центральной материнской общины. Так вот, регулярные встречи рабочей группы основателей начали проводиться за год до того, как церковь открыла свои двери для всех желающих в этом районе города. Для организации новой общины, как я уже говорил на предыдущих занятиях, материнская церковь должна выделить несколько ключевых служителей. Пресс-витера, пару диаконов, музыкантов. Все они вошли в команду основателей. Команда получилась сильной, и дочерняя церковь сформировалась довольно быстро. Начали мы масштабно, но, может быть, не совсем грандиозно и все же, с богослужения, впечатляющего музыкального прославления, интересной программы. Первоначально служение проходили в конференц-зале одного из отелей, где мы также арендовали и комнату для детей. Но вскоре нам там стало тесно. Но это уже детали. Итак, это вкратце об основании дочерних церквей. Теперь несколько важных моментов, о которых нельзя забывать. Порой, как это бывает между родителями и детьми в прямом смысле, родители склонны доминировать над своими детьми, не понимая, что в конечном итоге их чадам важно обрести самостоятельность. Дочерней церкви важно стать той церковью и заниматься теми служениями, которые вписывались бы в ее уникальный контекст существования. Однако отпустить детей в свободное плавание готовы не всегда. Хотя бывает и наоборот. Материнская церковь помашет ручкой и забудет о своем детищем. Теперь живи, как хочешь. Помогать тебе будут только в случае крайней необходимости. При таком отношении дочерняя церковь чувствует себя покинутой. Я уже говорил, что иногда пастор центральной церкви какое-то время служит пастором дочерней церкви. В Мюнхене, например, одна церковь основала дочернюю церковь на юге. Так вот, после утренней проповеди в центральной церкви пастор садился в машину и примерно через полчаса приезжал сюда, чтобы снова выступать с проповедью. Вот так на протяжении примерно года он проповедовал в обеих церквях, и только потом, когда община встала на ноги, она смогла платить пастору. Кстати, когда это произошло, поначалу половину времени пастор проводил в дочерней церкви, а половину в материнской. И только через какое-то время полностью перешел на служение только в одной общине. Таким образом, вариантов реализации данного подхода существует множество. и этот подход мы, безусловно, рекомендуем. В дальнейшем озвученные мысли мы еще обсудим, к чему, кстати, я и предлагаю перейти прямо сейчас. И первый пример основан на успешном опыте одной из церквей в Соединенных Штатах. Речь пойдет о библейской церкви Хилл Кантри в городе Остин, штата Техас. Посмотрите. Вот это карта города с церковного сайта. 2013 год. А вот это все дочерние церкви, основанные с 1986 года. Как вы видите, этим служением церковь занималась очень активно. Всего она организовала 22 новые общины. Основатели и материнская церковь тоже готовят самостоятельно в рамках специализированной программы. Такие программы есть в целом ряде крупных американских церквей. Программы по подготовке основателей новых церквей. Обучение может длиться около года, и при этом студенты приступают к учебе с уже определенным багажом богословских знаний, то есть их задача научиться организовывать церкви. при этом подчеркивается ряд основных принципов. Один из них от местных христиан к новообращенным. Другими словами, альтернативный подход гласит, вот этот подход предполагает формирование общины из местных христиан, то есть из членов уже существующих в этом регионе поместных общин. Мы же предлагаем поступать иначе. Давайте из этой церкви возьмем небольшую группу, буквально несколько человек, которая и станет ядром новой общины. Вместо того, чтобы посылать команду из 40-50 человек, ограничьтесь меньшим числом. Пусть община формируется из новообращенных, то есть из числа местных жителей, которые уверовали во Христа. Взять и переместить сюда существующую часть паствы материнской церкви, значит изначально снизить мотивацию основателей. Кто-то скажет, у меня нет желания каждое воскресенье ездить в церковь так далеко. На самом деле он просто не горит желанием благовествовать. Вот почему наиболее разумно формировать общину из новообращенных. Кстати, обучающая программа по основанию церквей требует, чтобы за время учебы студент познакомился и подружился со значительным количеством неверующих в целевом регионе. иначе говоря, студенты должны показать, что умеют общаться с людьми. Вот такой ключевой принцип они выделили и предложили. От пересадки к взращиванию. Не перемещать христиан с одного места на другое, а обращать христианство и приобщать к новой общине через последовательное служение благовестия. не набирать критическую массу, а формировать миссионерское ядро. Что это значит? Нередко рассуждают так. Без 30 или 50 взрослых разные люди оперируют разными цифрами, кто-то говорит и о сотне. Так вот, без критической массы людей в количестве, допустим, 30 человек церковь рискует развалиться. Так что это такое необходимое условие. Альтернативный подход предлагает рассуждать иначе. Важно не то, сколько людей ты отправляешь основывать общину, а кто этим будет заниматься. Этот принцип я назвал принципом Гидеона. Помните эту библейскую историю? Израилю предстояло сразиться с мадионитянами, ужасными людьми, да? И при этом у них была сильная армия, что делать Израилю? Поначалу Гидеон собрал более 300 тысяч человек. Тоже неплохо, да? Но Бог сказал слишком много. Пусть уйдут те, кто робок и боязлив. Ушли. Осталось 10 тысяч. Будь я Гидеоном, я бы нахмурился. Разве нам не нужна большая армия, а? Чем больше, тем лучше. А что же Бог? Он говорит слишком много, помните? Веди их к воде и посмотри, как они будут пить. Всех, кто будет лакать воду языком, как пес, оставь особо. Остальных отошли обратно и осталось у Гидеона всего 300 воинов. Мне, честно говоря, больше импонирует 30-тысячная армия. Армия из 300 человек вдохновляет не особенно, согласны? Вместе с тем остались те, кто и должен был остаться. Самые подходящие люди. И этот подход представляется мне наиболее правильным. Дело не в количестве человек, а в их качестве, их преданности делу, в их желании благовествовать, в их желании строить отношения с людьми, в их готовности чем-то жертвовать ради Божьего дела. Потому что все это задает тон. Все это формирует ДНК новой общины. Поэтому здесь и нужен такой посвященный, сплоченный коллектив основателей. Когда же к церкви примыкают новые люди, они видят, что это норма. Они осознают, что так устроена церковная жизнь. Кое-что из личного опыта. На протяжении года я служил пастором в Центральной Церкви Мюнхена, прежде чем мы решили основать дочернюю общину на севере города. Для начала занялись планированием. На тот момент община Материнской Церкви состоялось примерно трехсот взрослых. Первым шагом стал информационный вечер. Церкви сделали объявление. Все заинтересованные в участии в организации Новой Церкви на севере Мюнхена приглашаются на информационное собрание. Вход свободный. В аналогии с Гидеоном это была наша 30-тысячная армия. Пришли действительно многие. Я поделился своим видением и сказал прямо и откровенно, если вы разделяете мое видение и желаете участвовать в проекте, знайте, вас ждет тяжелый труд. От вас потребуется посвященность делу и жертвенность. Работа найдется для всех. Трудиться в полсилы не получится. Впечатляющее молодежное служение появится не сразу. У нас может не быть хора и всего того, что было в материнской церкви. Наша главная задача приводить людей к Богу. причем тех, кто в церковь ходить не привык. А это значит, что среди них будет немало людей с проблемами. Разведенные, гомосексуалисты, алкоголики, бывшие проститутки, кто знает. Мы идем к тем, кто потерян, но кого любит Христос. Помните, он говорил, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот к ним мы и отправляемся. Все, кто это понимает и хочет участвовать, присоединяйтесь. Если вы чувствуете, что к этому не призваны, да будет так. Оставайтесь в своей домашней общине. Вот так постепенно наша армия сократилась до 30 человек, преданных и посвященных, понимающих, на что они идут. И спустя какое-то время, когда в новой общине действительно начали появляться проблемные люди, ни для кого сюрпризом это не было. Как не было и возражений против того, что в церкви пока нет каких-то ярких программ и служений. Все понимали, что главная задача сейчас в другом. Таким образом, в нашем подходе важна не критическая масса, а правильная команда. Еще одна мысль, которую подчеркивают авторы новой концепции основания церквей, заключается в следующем. Помощь новой церкви в поиске способов и методов финансового самообеспечения гораздо важнее непосредственной финансовой поддержки со стороны материнской церкви. Нередко мы наблюдаем такую картину. Материнская церковь говорит, мы эту общину основали, мы и будем в течение первого года платить поддержку пастору и или аренду. То есть фактически центральная церковь берет на себя все расходы связанные с новым проектом на период одного года, двух, трех лет или сколько там потребуется. Однако опыт Хилл Кантри показывает, что новые церкви проявляют себя куда лучше, когда сами берут ответственность за сбор средств на развитие своего служения. Чем это объясняется? Тем, что, во-первых, основателю предстоит научиться побуждать людей жертвовать верно и преданно. Ему предстоит вдохновить их на это. Способна ли его собственная команда оказывать материальную поддержку? Это ключевой момент. Поскольку если ты берешься за основание церкви и при этом не способен сформировать в своем коллективе преданность общему делу, может тогда и не стоит этим заниматься? нам не безразлична современная церковь и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Итак, поиск оригинальных подходов к сбору средств, будь то ярмарки, пожертвования знакомых спонсоров или каких-то других лиц, или, скажем, местных предприятий, желающих оказать поддержку. Повторю, поиск оригинальных подходов к сбору средств на развитие новой общины освобождает материнскую церковь от серьезного финансового бремени. Иногда финансовый фактор является определяющим в том, насколько часто материнская церковь может основывать дочерние церкви, порой раз в пять лет и не чаще. Так вот, способность к самообеспечению роль этого фактора снижает, а с другой стороны, формирует у самой команды миссионеров-основателей и большую посвященность и творческий подход к сбору средств. Что же показывает личный опыт? На этапе становления общины церкви на севере Мюнхена мы, как я уже говорил, первоначально собирались в конференц-зале отеля. Арендовали мы его всего на пару часов по воскресеньям, и это было ненакладно, хотя располагался отель в удобном месте. Лучшего варианта и не придумаешь. Но совсем скоро места нам хватать перестало, в же условиях никак не удавалось. Ничего подходящего в нужном районе не было. Остановились на обычном офисном помещении, за которое мы платили ежемесячную аренду и которое надо было приспосабливать под нужды церкви. Стоило это дорого. Арендные платы в Мюнхене высокие. От нас требовалась посвященность. Конечно, можно было побежать к маме с жалобами на непомерные цены и просьбой о финансовой помощи. Но мы поступили иначе. На тот момент в общине было уже порядка 50 человек. Мы обратились к ним с такими словами, «Друзья, Бог нас к этому служению призвал, Он его благословил. Мы видим, как люди приходят ко Христу. Готовы ли мы затянуть пояса потуже и пожертвовать столько, чтобы хватило на аренду нужного нам помещения? Потом раздали карточки, на которых люди вписали сумму своего пожертвования с тем, чтобы подсчитать, сколько примерно средств мы реально можем собрать. И собрали столько, сколько нужно. Потому что это был наш проект. Конечно, это был шаг веры. Никакой уверенности в успехе не было, но Бог нас благословил. Именно потому, что мы шли по вере, опираясь не на разум, не на подсчеты, а на Христа. Люди проявили свою верность, и это опять-таки задало тон всей церкви. Смотрите, вот оно, целеустремленное ядро общины, вот оно, посвященность делу. Эти люди готовы на серьезные жертвы, чтобы дело совершалось. Вот такой подход мы предприняли, вдохновляли и побуждали народ, не играли на чувстве вины. А вы помните, что Бог призывает вас отдавать десятину, а не будете, нашлет на вас напасть, и котик ваш умрет, например? Ничего такого не было. Мы просто старались заразить своим видением, своим энтузиазмом всю общину. До сего места довел нас Господь, так не будем сдаваться, и Бог нас не оставил. Таким образом, необходимость поиска средств для церкви способствует укреплению преданности ее члена в общему делу. Просить их о финансовой поддержке было боязно. Далеко не все воспринимают такие разговоры с энтузиазмом. Но опыт показал, что многое зависит от того, как просьбу преподнести. В нашем случае община всецелой инициативу поддержала. То есть для обретения финансовой независимости люди были готовы жертвовать свои средства. Итак, это то, что касается основания дочерних церквей. Подходы, которые, как показывает опыт Хилл Кантри, а также других общин, дают неплохой результат. Его продуктивность подтверждается многочисленными примерами применения данного подхода разными церквями в разных регионах. Основание дочерних общин оказывается эффективным способом церковного воспроизводства. И его надо взять на вооружение. субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»